Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова. У нас сегодня с вами энный день карантина, энный день марафона ежедневных видосиков. Я сегодня вырвалась, буквально вырвалась из дома, потому что бесконечная в моем доме мам, бесконечные подключения к онлайн-тренировкам, на которых я перевела детей, и благо они в пределе. И бесконечная история о том, что нужно все успеть и когда-то потренироваться. И самое главное, конечно же, успевать записывать, работать, продавать, в общем-то, жить, что называется жить. И вы знаете, вчера я проводила медитацию, о которой вам говорила. Медитация называлась «Возвращение в детство», на которую пришло порядка 300 человек в общей сложности. И была большая обратная связь, что было для меня даже удивительным, потому что я не знала, как люди будут на это реагировать, как вы будете на это реагировать. И вот, что было интересно. Медитация заключалась в том, что мы возвращались в свое детство, встречались со своим маленьким внутренним ребенком и вспоминали с помощью техник различные программы, которые всплывали у нас в рамках этой медитации в контексте того, что родители или какое-то окружение, ну в частности родители, говорили нам в детстве такого, что во взрослой жизни мы превратились в людей, у которых есть какой-то ряд проблем. И вроде бы мы взрослые, и вроде у каждого, у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени есть какие-то параметры успеха, но в то же время на что-то очень сильно ковыряют. И вот, вы знаете, отписалось мне невероятное количество людей вчера в Директ, в Инстаграм, делились лично. И одна из таких глобальнейших проблем, это то, что в детстве родители очень многих из нас сильно критиковали. И что бы мы ни делали, а как дети мы все время стремимся заслужить любовь своих родителей, что бы мы ни делали, мы постоянно пытались эту любовь заслужить. И вот, вы знаете, многие писали о том, что очень страдают по этому поводу, потому что по жизни люди не могут определиться, кем они являются, поскольку они гораздо больше сосредоточены на том, чтобы заслужить оценку, понравиться, чтобы кто-то сказал, что ты молодец, нежели чем над тем, чтобы серьезно понять, от чего я, собственно, хочу. Мы с вами об этом говорили уже неоднократно. И я этот момент очень четко улавливаю даже в комментариях людей. Очень много сейчас у меня всяких людей, которые начали писать там, «Ольга, а какие фотографии вы выставляете? Вы же бизнесом занимаетесь!» «Ольга, а как вам не стыдно?» «Ольга, вы должны делать то-то, то-то!» И вот каждый человек, которому не лень, отлично знает, как я должен. И я, получается, ну я в данном случае на своем примере, у вас уже в самом жизни, я уверена, происходит. И ты, получается, должен постоянно как бы радовать других, то есть делать не то, что ты хочешь, не так, как ты чувствуешь, не так, как ты хочешь развиваешь свой бизнес, свою жизнь, одеваешься как хочешь, выглядишь как хочешь, а ты должен соответствовать неким рамкам, параметрам и стандартам, которые задают абсолютно разные люди. И если в детстве нам важно нравиться родителям, потом нашим учителям, которые там в школе рассказывают, и мы пытаемся сделать так, как понравится учителю, и даже не важно, правильно или нет, учитель сказал ей, будет так, вот значит, будет так. И потом мы во взрослой жизни начинаем это куда переносить? На отношения. Женщина старается все время понравиться мужчине, он говорит, хочу худенькую, хочу толстенькую, ты не должна работать, ты должна работать, ты должна это делать, ты не должна это делать, и женщина все время старается каким-то образом понравиться мужчине или мужчинам и соответствовать неким ожиданиям. И это огромная проблема. И не потому, что кому-то нравится это хорошо или плохо, а потому, что фокус ваш жизненный, вместо того, чтобы быть направлен внутрь себя и задавать вопросы, чего я хочу, что для меня счастье сделать себя главным человеком в своей жизни, и, блять, плевать на всех хотеть, кому-то нравится, как я одеваюсь, говорю, записываю, как я думаю. Да это я так думаю. Да я создала свой канал и еще хреновую тучу всяких вещей для того, чтобы делиться своим мнением. Это мой дом. Я как хочу, так и делаю. И диваны в моем доме, какого хочу цвета, такого и ставлю. И за деньги, за любые покупаю. И детей своих, собственно, воспитываю так, как я считаю нужным. Это есть нормально. Почему я должна нравиться миллиардам людей и каждому соответствовать? И каждому это распутно, это развратно, так должны вести. Да кто сказал, как ты должен себя вести? И почему, если этот человек так сказал, ты реально ему что-то должен? Да какого хрена? Вы знаете, если вы изучали немножечко различные эзотерические учения, погружались куда-то, то было для меня, например, было настоящим откровением то, что родитель это тот человек, которому ребенок ничего вообще не должен. Вот вообще ничего. Мало того, когда ты рожаешь ребенка, ты должен понимать, что он тебе ничего не должен. Ты сделал свое дело. Ты дал жизнь. Ты с этим пришел в мир. Ты дал ему жизнь. И теперь ты ему не должен, и он тебе не должен. Вы можете, вы можете, вы можете хотеть. Там родитель кармически привязан к ребенку, если я не ошибаюсь, там до 16 или до 18 лет. Дальше все, иди свищи. А у нас вот это ты должен почитать, ты должен это. Да не должен никто. И мы настолько начинаем друг друга вот этим должен давить. Для меня, например, с детства, если мне говорили, что я должна, во мне был бунт целый. В смысле я должна? Можно договориться, можно попросить, можно объяснить. Есть миллион вариантов прийти к какому-то соглашению, когда двум сторонам будет хорошо. Но вот это ты должен? Да я ненавижу во всем. И у нас это простраивается очень четко. Мужчина должен зарабатывать, женщина что-то там должна воспитывать, или должна мыть, или должна следить за домом. И все что-то должны. И это отвратная история. И все это родом из нашего детства. Когда наши родители, совершенно бессознательные в большинстве своем, делали те вещи, о которых никто не задумывался. Так всех воспитывали, их так воспитывали. Как они говорили? Мой дед так воспитывал, мой прадед так воспитывал. Я тебя буду воспитывать. Совершенно бессознательное состояние, когда ты вообще не задаешься никаким вопросом. Так вот, если сегодня вы постоянно паритесь над тем, кто что подумал, кто что сказал. Если вам самому у вас чешется язык вечно рассказать другому, когда он вас не просит вообще об этом, что и кому он должен, возвращайтесь-ка в свое детство самостоятельно. Или идите на практики, или вообще поковыряйтесь и задумайтесь над тем, что вам такого фигачили в вашу голову в маленьком возрасте, что вы до сих пор пытаетесь кому-то что-то доказать. Вот эти доказывания, это самое неблагодарное дело. Мне сейчас 36. Юный возраст, я считаю. Хотя, уже не настолько как 20, но в принципе все только начинается. Но уже как несколько лет, когда я стала мамой, со мной это случилось в этот период. Я родила двоих детей. Я отлично осознала, что я никому вообще ничего не должна. И мое личное дело, как я себя веду, как я выгляжу, как я продаю. Есть огромное количество людей, которым это нравится. И есть, наверное, большое количество людей, которым это не нравится. У нас всегда есть выбор, перейти на другую сторону, в интернете, как кнопки отписаться, нажать и пойти в миллиарды других чужих жизней. Нас никто ничего не заставляет. Мало того, если этот вампир, что отвратно живет с вами, и это ваш парень, это ваш муж, это ваша жена, это ваш родитель, который вам продолжает по сей день фигачить, что вы что-то кому-то там должны, и вы так не должны, а вот так должны, пришло время собраться на серьезный разговор, посадить напротив и сказать, слушай, чел, мама, папа, я крайне благодарен за то, что вы дали мне жизнь и еще много чего. Но я ничего вам не должен, и вы мне ничего не должны. Давайте как-то договоримся жить иначе. С этим приходят совершенно новые и другие ощущения. Вы начинаете опять-таки то, о чем я все время говорю, брать ответственность за свою жизнь, понимать, что да, значит, я должен принимать свои решения. Часто в таких ситуациях, если вы живете с родителями, родители говорят, ах, ты мне ничего не должен, тогда все, иди и строй свою жизнь, как хочешь. Вот иди и строй наконец-то свою жизнь, иди и строй, отсасывайся от сиськи мамы, хватит уже, да, и той маме насладиться своей сиськой. Вали от нее и начинай строить свою жизнь, отсасывайся от всех остальных органов, своих партнеров и точно так же строй свою жизнь. Жизнь. Никто ничего никому не должен. И я очень искренне надеюсь на то, что новенькие люди, которые появляются на моих страничках и пытаются рассказать мне, в чем я не слишком хороша, поймут, что можно прямо сейчас создать свой канал, прямо сейчас снимать видосы и рассказывать там абсолютно все, что вам сильно хочется и с чем вы не согласны. И пусть вас слушают 3, 5 человек, 10, миллион, столько, сколько вы в состоянии притянуть сегодня в свою жизнь. Все, ребята, очень просто. Имейте наглость хорошей, имейте силы любить себя, уважать себя и посылать нахрен всех, кто считает, что вы чего-то там кому-то должны. Всем любви, страсти горячей и пусть у вас все будет классно. Поставьте лайк этому видео и спасибо вам за то, что вы меня смотрите, потому что я очень ценю всю свою лояльную аудиторию. И хоре уже писать, хватит, сука, ездить за рулем, заработай сначала на тачку, потом поговорим.